Сегодня в последний день перед Великим Постом в Храме Рождества Христова после Божественной Литургии было организовано угощение для прихожан. Ребята из молодежной общины нашего храма пекли блины, а казаки варили чай на травах. Сегодня в православной христиане празднует чудесный праздник «Прощенное воскресенье». Этот праздник предваряется в начале савтрашнего дня Великого Поста. И мы желаем вам поститься с постом приятным, чтобы Господь вас укрепил на это время. На территории казачьего хуторка казаки после традиционного воскресного схода организовали катание детей на лошадях. Вот так проходил день «Прощенного воскресенья». В Храме Рождества Христова давно сложилась традиция. Наши казаки на воскресной литургии читают поучения святых отцов в церкви. Сегодня это были слова о прощении. Как и сказано в Писании, старайтесь иметь мир со всеми. С другой стороны покаяние. Одно, если возможно, если мы, ища прощения у Бога, сами не прощаем других людей. Ведь мера того, как мы относимся к другим, это всегда оказывается мерой того, как Бог отнесется к нам. Мы сами об этом просим Его. И оставим нам долги наши, якоже и мы. То есть, как и мы, прощаем должником нашим. Вот и получается, что без примирения с братом не может быть поста, цель которого молитва и покаяние. И дальше читаем мы. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получат награду свою. А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред отцом твоим, который в тайне, и отец твой, видящая тайная, воздаст тебе явно. Как мы убираем скоромное из холодильника накануне поста, так и из жизни своей надо исключить все то, что перевозбуждает нас, все то, что ввергает нас в депрессивное состояние, все то, что повышает злость в нашей жизни. И это очень важно. Сказано о Господе, что Он трости надломленные не переломил, льна курящего не угасил. Это свидетельство о том, что Он примет любую форму твоего поста. Но если ты будешь поститься, как положено, то получишь особую награду от Бога. Только не превозносись над теми, кто не может так же успешно проходить течение поста. Господь предупреждает нас, что опасность собирать сокровища на земле, где воры подкапывают и крадут, моль и ржа разъедает. Но вместо моли и ржи мы можем сказать, инфляция и дефляция все разрушают. И человек в недоумении, в чем хранить свои деньги? В евро, в долларах, или оставить в рублях, или на китайские юанни перейти. Лучше всего в Бога богатеть. Богатеть в Боге – это творить добрые дела. Время поста – это не только время молитвы и покаяния, но и творения благотворительности. Итак, сегодняшнее евангельское чтение призывает нас к прощению, призывает нас к духовной радости и призывает нас к благотворительности. Ибо собирающий сокровища на небесах – это благотворительный человек. Мы входим во время Великого Поста. Пусть течение Великого Поста приведет нас к Светлой Пасхе, но чтобы за время Поста мы сами бы воскресли для новой жизни во Христе и со Христом. Как с весной все меняется в мире природы, так и во время Поста может произойти всецелое обновление души человека. Да поможет нам Господь Бог. Аминь.